Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Мы с вами движемся в феврале, к концу зимы. Меня это радует, не знаю как вас, потому что зима для меня всегда это такой период, когда хочется быстрее весны. И, ну, пока еще мы к весне не пришли, но в любом случае мы уже к ней подходим. И, соответственно, февраль — это месяц, когда мы можем размышлять уже о прошедшей зиме, зиме, которая была и какая она была, потому что практически уже осталось не так много дней от зимы. Но в любом случае у нас есть теперь перспектива, о которой нам надо мечтать, о которой нам надо говорить. Видите, это весна. Весна, и мы туда скоро отправимся. Но сейчас хочется прочитать или продолжить текст, который мы с вами брали некоторое время назад. Это 39-й уже псалом. И один из стихов, третий, мы прочли. «Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». Это то, на чем акцент я не сделала в прошлый раз, но сейчас мы от этого оттолкнемся. Дело в том, что выйти из болота — это еще одна составляющая. Но чтобы не попасть на обочину, не свалиться нигде и не попасть в новую среду такого болотистого, тенистого состояния, здесь нужно поменять основание. Встать на твердом основании на камни ноги мои. То есть Господь не просто вытаскивает, а говорит, вот путь, иди по нему, вот основание, встань на него. Это мое слово, это мои отношения, это моя забота о тебе, это понимание, что ты в завете со мной, а это есть основание для того, чтобы тебе уповать и не остаться в постыжении и так далее. Но вот посмотрите, когда уже на основание ноги поставлены, когда мы каждый день ходим по земле, и она под нашими ногами не трясется, мы к этому привыкаем и даже не думаем, что за это надо благодарить. Но люди, которые пережили землетрясение, и, может быть, не в привычных зонах особенно, когда оно происходило, то вот это состояние колебания земли под ногами – это страшное явление для личности, потому что тогда потрясается что-то внутри, так как все привычное вдруг начинает уходить из-под ног. И поэтому, как только на основание поставлены ноги, то вот он, четвертый стих, о котором мы сегодня с вами говорим. «И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Вложил в уста мои новую песнь». Вот она, весна, когда мы начинаем петь новую песнь, невзирая на то, что еще обстоятельства вокруг нас может быть буквально близко. То есть, когда из болота только что вытащен человек, то болото рядом. Но на твердом основании поставленные ноги позволяют теперь петь новую песнь. Не молитву «Господи помилуй, вытащи», а молитву благодарности и хвалы, и это новая песнь. И как важно, друзья, нам действительно уметь благодарить Бога и не переставать это делать. При всех обстоятельствах, даже разных, которые мы проходим, знать, что упование на Него – это еще и новая песнь, это еще и благодарность в устах, это еще сердце, которое не остается равнодушным к Богу. Поэтому, друзья мои, пусть Господь, открывая над нами небеса, производя над нами свои процессы обучения, воспитания, вдохновения, формирования, наполнения, пусть в каждом из этих процессов хвала Богу будет умножаться. Не тогда, когда Он меня уже наполняет и переполняет собой, а тогда, когда очищает, а тогда, когда расширяет, а тогда, когда готовит для того, чтобы потом заполнить собой. И вот они, наши с вами возможности, веры, упования, благодарности, Господь, новую песню вложи в мои уста. Я хочу Тебя славить и благодарить даже за то, к чему я привык, что для меня становится нормой, каждодневной, когда я вижу, что, да, земля под моими ногами не шатается, да, небо никуда еще не свернулось, как свиток, но я хочу благодарить Тебя и за то, и за другое, потому что на самом деле не всегда так будет, хотя кажется, что так было всегда, но не всегда так было и не всегда так будет. Слава Тебе за это, Господь! Мы благодарим, что мы можем взывать к Тебе и получать ответы, получать ответы на те вопросы, которые еще даже только встанут перед нами. Но прими благодарность за то, что наше упование, оно не останется в постыжении тогда, когда мы все свои глаза, сердце, уста, все свои функции к Тебе направляем и фокусируемся на главном, на Боге нашем, на силе Твоего присутствия, на силе Твоей жизни, на силе Твоей вечности. Я благодарю Тебя за это, Господь! И прямо сейчас благословляю каждого участника и этой программы принять от Тебя питание, которое станет новой песней в наших устах. Во имя Иисуса Христа! Аминь! Всего доброго! До новых встреч! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!